Продолжение следует... 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 армия лана потом его найдем так чем получаем моряк прочность корабля плюс 15 процентов доблесть первого уровня он много времени провел море и поэтому неплохо разбирается морском деле в принципе может быть и он и есть получен благодаря постройки цепочки порт викингов а может быть он и вот здесь вот да вот он он стареет в городе касталтоун и тут как раз мы построили порт викингов так это хорошо еще раз лейт честный командование плюс один мудростью уровень 1 нет нет выслушайте выслушай его здесь каждый может высказаться получим благодаря постройкам цепочки тинг тинг да тинг ты смотри чё он она как чем постройку нас развиваются наши персонажи так ладно теперь полководец смуглых чужоземцев финн все-таки высадился винис файт ли не и захватил этот городок как мы с вами и рассчитывали теперь мы снимаем лагерь и берем в осаду этот город что подбить его у смуглых чужоземцев этот город раньше принадлежал нашим союзничкам нашим вассалом ну вот таким вот мы своим коварным планом возвращаем этот город себе переводим этот город под свой контроль так сказать так 17 отрядов и мунд давай тогда арт мор захватывай мы здесь одну армию смуглых чужожемцев в прошлом видео разбили так новым гарнизон маленький не стоит наверно на поле боя выходить авто боя мы их добьем до готова захватываем это поселение надо его сразу починить постройки цена 42 66 на следующий ход эти постройки уже будут половины меди починины торговец рыбой рыбная ловля так полководец анунд яростира армия давай-ка ты наверно к бардеру на помощь иди может быть с конахтом начнем операцию если нам никто не помешает операцию разгрома конахта захвата их не территории а здесь я надеюсь все таки кронгвальдом подойдут вассалы веса фьорд две армии у него у них здесь инге король как раз веса фьордра 7 отрядов в армии и 20 20 отрядов ульф полководец так доступны габрината закрывания боевые потери это понятно риск восстания где убрали лайт ой-ой-ой ладно мы еще туда вернемся сейчас пока здесь мы завершим свои дела здесь еще где-то отряд бар армия была до командования олафа 10 отрядов наверное сюда вот моего тоже конах цикл конахской границы берн гримру подкрепление блин язык сломаешь так теперь переносимся на территории англии что мы там планировали мы планировали мы планировали мы планировали мы подписать договор прохода с нортумбрией но они очень уж не хотят с нами договариваться ну-ка подожди появляется новая фракция это где чё эту фракцию считали уничтоженной но она восстала из пепла я вот на карте посмотрел у по это значит силы горы от похла это наши враги получается освободили фракцию давить от похла теперь она называется она потом по по моему в предыдущем русификаторе по другому на не назывались в этом от похла освободили нортлеоду от похлы это кто это гельские королевства гельские гельские так а здесь у нас появляется английские королевства англичане пытаются восстать союзниками конечно от похла у них уже появляется асфат холл похлы если мы воюем значит они будут воевать нортлеоды тоже с нами и блин у них сразу неплохой-то городок хотя еще не отстроены на следующий ход от строится 11 отрядов в армии годвин полководец так а у нас вблизи здесь две деревушечки 1 с аббатством в котором нет ни хрена гарнизона а вторая это средь белин это у нас тут рыба ловецкая деревушечка плюс тут еще идет добыча серебра а вот и здесь гарнизон 49 отрядов 9 отряда гарнизона два отряда лучников три отряда бойцы остманы копейщики и 4 отряда воины османы топорники вот здесь на нам собирать армию все таки опасно потому что если они по морю пойдут да они дойдут как раз на деревушке средь белин средь средь блин средь блин вот и захватит ее нефиг нафиг с гарнизон сразу уничтожит нам бы здесь какие у нас кандидаты нанять армию это человек буквально родился в седле стоимость содержания минус 20 для конницы подчиненная армия стоимость содержания минус 20 для пеших копейщиков подчиненная армия копья носится этот человек много лет оттачивал навык владения копьем теперь он готов поделиться своим мастерством торуль 23 года молодой давай его наймем 725 золотых монет это хорошо опаньки верности единичка херовая у него верность ладно сейчас разберемся значит содержание копейщиков у него давай тогда раз два три четыре сделаем из них два отряда уже полностью набранные по 120 человек давай еще тогда один отряд три отряда сделали 6000 у нас еще есть так обязательно лучников парочку полных отрядов а чё так ранее выбрал вот так вот так вот 4700 блин же денег маловато иконицу наверное надо два пускай малых отряда соединять их не буду еще у нас получается 6 там 9 8 8 8 17 отрядов но могут все равно напасть могут напасть могут напасть почувствует превосходство давать тогда еще один отряд вот этих вот топорников сделаем войны с маны с топорами так ведь получается 18 отряда все равно они чувствуют свое превосходство у них 20 отрядов у нас 18 в принципе вынудить их напасть на это поселение попробуйте их разбить но блин гарнизоне там конечно армия такая вот себе хотя у меня такие же копейщики алибордисты на какие же они алибордисты господи переводится на наверно еще искать низкая верность так чем его подкупить то можем насколько 650 золотых монет давай ему дадим варианты выбора прибегнуть к листьям снижение влиянием осталось ходов 4 все эти заговоры настолько ослабила вашу позицию влияние лидер фракции минус один так здесь получает один не делать ничего влияние бардеру минус один и у тор альфа верность минус один вообще уйдет а зачем мы тогда деньги платили откупиться от него казна минус 500 уступки влияние лидер фракции плюс 2 доход весь минус 15 процентов чаю поднались источники верности может подожди источником верности может быть голова сердце а порой и кошелек человек хочет получить за свою верность еще больше денег каков будет ваш ответ собака ты прибегнуть к листья верность 2 но все равно риск восстания есть найти ему жену может быть давай попробуем бабам направление плюс один рвение плюс один рвен верность плюс один есть хорошая жена альф альф хильд господи персонажа заключение либра поддержать ее это невеста кажется подходит примет ли будущий жених тот выбор которого ему готовили естественно должен принять иначе голову сплечь прям сразу так далее здесь мы смотрим чего англосаксов за девушечка дрейтинг есть горни болин гарнизон есть чего не бывает соль солевары радиус подкрепления куда нам туда что поплыть с англосаксами так а здесь норманок не высаживаются кенту кенту высаживается к союзникам англосаксов надеюсь они тут хорошо прям пошикуют папируют норман и плывут тут отряд наверно пошел в море к англосаксам тоже наверно будем перекидывать здесь будем бить весь муринга с так они сейчас называются выходим здесь море и и и вору наверно тоже в море пора так ведь так ведь погнали и вор тоже в море ну чё вроде бы все походили 2000 у нас в казне остается пускай копится завершаем ход что он нам принесет англосаксами нет нет умея судья тоже в море пошли хитрецы за нами все следует на опережение хотят действует кент нападают да какие планировал так но они будут высаживаться с моря равные силы показывает нам автобой по численности на в принципе тоже равны но даже у нас даже превосходство у них отряды пока цены тут собаки даже у них есть на море что собак перевезут так суши пойдут раз два три отряда конницы значит самых не полководец маял и су и два отряда всадники шотландцы так как то у них еще тут есть шотландские ополченцы копейщики ну наверно так себя отряд войны шотландцы мечники бойцы мечники катараны мечники топорники шотландцы ополченцы катараны ополченцы катараны горцы лучники горцы опал ополченцы горцы ополченцы горцы ополченцы горцы ополченцы шотландцы ничуть у них еще арбалеты есть волкодавы это сколько у них стрелков раз два три четыре и пятый арбалетный отряд 5 отрядов стрелков блин конницы надо было соединять стрелков гасить сложно будет они нам прям кровушки попьют ладно погнали а вот все сложится нормально в бой где у нас будет подкрепление крепление у нас будет идти отсюда но они примут сразу примут надо их прям на высадке наверно гасить не знаю как это конечно получится два отряда так конницы блин ну давай пока братки сюда видны вы будете не спрятать вас никак копеечки три отряда здесь хорошо что отряда у нас идут уже более-менее прокаченные с лучками так топорники на лучникам режим перестрелки убираем давай сюда и нашего полководица то рульфа сюда тоже все давай в бой смотрим как чё будет а вон и конница несется так конницу надо здесь перехватить как-нибудь наверное успеют если так братишки давай теперь сюда подкрепление у нас давай пока сюда братва давай давай бегом где у них там ученики еще далеко до высадки давай 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 кавалерия сюда подходи хорошо бы прям их него полководца завалить сейчас обходить нас будут конечно же ну будет зараза так много налетчики сандалили здесь и на счетов ну что такое блин братцы тихо конница назад полкан в атаку суда остановили ну конечно же их не останавливает почему-то блин всегда когда я врага гашу блин они ну-ка догнали давай сюда на подкрепление быстрее блин там уже высадка смотри как они выходят вот почему мои отряды блядь всегда не могут так выходить из боя они всегда блин завязываются в бою так тихо ой блин это хорошо это здорово все братва сюда здесь сюда здесь сюда отходим пока пока отходим сейчас решим конница сюда давай вон там лучники уже бегут конечно же они бегают лучше наших естественно и так лучники все отряды здесь копейщики давай сюда вы здесь так чего нас тут ну ка ушли отсюда ушли отсюда так теперь вот этих стрелков надо взять или не взять стоп 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 пускай дальше идут сюда на эти отряды так пока тут вы сюда да давай 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 пускай обстреливают опа уже конец обстреливает ну-ка взяли там собачники еще лучники выходят вот эти вот сейчас на вас внимание просто брать от давай 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 вперед все лучники огонь вот этот отряд лучников гасим их вот 4 он один второй отряд сюда научников пошел надеюсь здесь 11 отряд справится 18 человек но не справится хоть покоцают так нормально нормально здесь гасим чуть-чуть отошли здесь чуть-чуть отошли здесь у нас как дела здесь идут копейщики так чуть-чуть тянулись назад давай 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 догоняем отлично добиваем добиваем братва так лучники отошли разбили отряд здесь два отряда лучников значит сюда два отряда лучников сюда здесь делаем постараемся засаду какую-нибудь может быть получится а здесь уже наших кавалеристов за хреначили топорники а лучники уже вот эти вот отбежали блин назад здесь тоже подходят здесь уходим давай-ка сюда ну все уже отряду здесь пипец нашему так тут кто подходит тут копейщики но кости на счетов здесь три отряда заходим сюда все целый отряд уничтожен это наши кавалеристы так здесь сюда в атаку только пожалуйста быстрее разберите отряд здесь шевелимся вот перед носом убегают смотри вот перед носом взяли развернулись и убегают на хуй и хрен их теперь даем догонишь пока не так ладно этот отряд разбили тут отряд у нас получается расстреливает арбалеты зараза они хорошо бьют они броню пробивают по крайней мере должны так тут подкрепление подходит тут давим лучники ближе здесь отряда какие у меня два отряда лучников ну-ка залп так два отряда сюда выходим хотя нет один отряд сюда вы здесь стойте отлично братцы отлично огонь сюда лучники сюда здесь может быть все плохо конечно здесь я лучников тут не расхреначу так эти а и догоняют боли но что ты ебать да давай добивая их тут лукарями у ее 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 луки стреляют здесь все за луками вперед здесь сюда без собак высадились без собак выйдет высадились отлично все пожалуйста вот сюда вот их чтобы здесь вот их поймать так что у нас там дальше лучники работаем тут хорошо ой тут жопа наши отряды прям нормально разбили блин еще лучники обстреливают подкрепление не могу туда прислать вашу мать так что у нас тут а блин встали догнали не получилось тут поймать их короче да да как обычно все один отряд вдогонку пускаем надеюсь о них догонят так здесь сюда остановился до остановился так два отряда на этот фланг на этот фланг наш здесь лучников вроде бы гасит здесь огонь отлично здесь догнали лучников господи отряд лучников ну-ка давай сюда эти пускай убегает дальше кто за ними там гонятся мечники обыкновенные блин даже со спиной расстрелять не могли стрелковый отряд давай сюда на подкрепление здесь наш уже бегут блин встали забыл давай на подкрепление в атаку сюда молодцы с духом собрались давай сюда бежим так гасит этот отряд лучники тут побежали так лучников сюда здесь лучники суда атака здесь суда атака так тут у нас топорники топорники помогите здесь понял давай тогда так давай тогда так здесь снаряды закончились значит рукопашку пошли так там чё за то что ж мы блин в чё прикинь бились 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 значит встали эти отбежали и стоят ждут потупливаю чудо как-то искусственный интеллект и не знаю буду являть специально не специально это все делается блять тупит отряды вообще конкретно так давай гнать дальше здесь отлично сколько здесь 40 39 добили один отряд сюда пошел здесь всех разбили отлично тихо тихо перестали стрелять все рукопашку надо их тут добить чтоб на глобальной было меньше лучше чтоб чтоб вообще не было так здесь блин чё встали говорю жив добив вдогонку да такое даже бывает что наши воины в конце битвы бегут да эти уже хрен догонишь давай тогда один отряд сюда пошел один сюда хотя стоп сюда браться побежали эти бежим за этими давай 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 братишки здесь тоже не останавливаемся как можно больше надо гнать как можно больше надо убить их все ускоряем уже красная линия 28 63 58 ай 33 28 показал скоростной а блин он красной линии это же радио действия отряды был ну да и славненько сколько тут осталось трое добили жена я навряд ли догонит этот отряд да все завершаем битву тяжелая победа тяжелая сколько мы 713 воинов потеряли мы но все-таки победили итоги сражителя в нашу сторону вперед три отряда лучников осталось сбежала решение на глобальной карте остались пленных всех мы убиваем чтоб неповадно врагу было может в море выйдем добьем их там учить них союзник рядом а по подкрепление пришло весь со фьордра и еще одна армия пришла норманы в кенте высадились викинги а еще же викинги были отлично наших врагов высаживаются на территории наших врагов фракция уничтожена стратак луит ура не смогла противостоять врагам ее больше не существует так противник погиб в битве гром и молния потери 131 человек место инис файтлен ярмума холод убивает чтобы избежать не боевых потерь устройте лагерь найдите поселение или перейдите в область с более теплым климатом дровосек бардер получил смотри в лагере стоит он на границе с конахтом трудолюбия уровень 1 боеприпасы плюс 10 процентов эффективность щитов плюс 10 процентов древесине найдется применение во время войны получим благодаря постройкам цепочки древесина в этом поселении в котором он находится в котором он находится у нас тут поселение у конах то где там древесину добывают значит вот здесь вот а ну да древесину добывают в лох райхи так вот так дальше двигаем что у нас весна весна заселение в осаде это мы знаем тяжелая победа это мы знаем строительство завершено рыбацкая пристань в линдсе возьми хольг побольше тогда сможешь подальше отойти от берега и найти огромные косяки рыбы рыбная ловля хорошо хорошо так а у нас там какой-то квест было где его посмотреть блин кто-то там требовал каких-то этих так указа это не то цели задания а вот сюктрик просит следующее сельскохозяйственное поместье сюктрик сюктрик а какой из них сюктрик сектрик 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 или сюктрик ну-ка подожди сектрик это по старому может переводу ну и как мне его найти теперь методом тыка у кого какие поместья у этого нету сектрик ничего у этого тоже в принципе ничего нет блин чё мне по поместью им дарить так здесь переводы конечно не сходится а хотя бы написано на любое сохранение блин ложатся прям хорошо вот перезапускай игру 4 верность где у нас сельскохозяйственное тут не жалко который отдать вот давай давай в англии нате тебе на и и тебе на держи те всем отдал надеюсь точно отдал ну-ка сектрик есть сектрик есть все сектрюгер точнее так доступные навыки торольф который победил в битве сейчас но ему верность качаем священника конечно этот человек услышал слово божье и хочет передать его другим плюс 2 подданство фракции плюс 1 верность общественный порядок минус 2 это вражеская фракция во вражеской фракции на которой он будет находиться так верность четверочка верности ему хватит давай полководца наверное качать хотя стой блин мы ему барда рвение так полководца командования сегодня прибавится количество телохранителей прибавится боевого дух отряда пока жив полководец плюс 1 рвение общественный порядок плюс 2 это в этой провинции где он находится боевой дух отряда пока полководец находится рядом плюс 2 давай рвение бардры барда ему качнем пополнение отряда плюс умножится на на и рвение прибавилось готово так риск восстания доступные губернаторы убираем так если ты в море выйдешь у тебя ходы еще будут до дальше а здесь у него будет подкрепление интересно в море ну давай посмотрим а не будет но он уже нанял отряды в море а как так море он нанял отряды значит не нанял значит еще ополченцы катераны выжили я не заметил погнали в море погнали в море фингал сейчас мы ему фингал будем ставить рано встает кто хочет отнять добро или жизнь не видать добычи лежащему волку а победы пропавшему речи высокого вот так вот битва при линии партин 892 вот наши эры готова сухой погоду да давай выстроить войска ну у них конечно лучников очень много у нас меньше еще пламенный выстрел тяжелый выстрел урон сквозь доспехи здесь базовый урон 33 подрывает боевой дух и наносит больший обычный урон но хуже пробивает броню наиболее эффективным против постройки воинов в легких доспехов назначение могут изменяться в зависимости от характеристики отряда но естественно лучше пробивать доспехи но наносит меньший обычный урон и больше перезаряжается наиболее эффективно против воинов тяжелых доспехов значение мог изменяться понятно значит пламенный выстрел мы ставим или обычный боевое время перезарядки 30 против пехоты примут не давай обычный нафиг так командор пока сюда торольф торольф значит остальные все сюда два отряда сюда два отряда готова нам бы торольфа с фингалом прям как-нибудь стравить бы там принципе остальные все лучники можно какой блин у нас какой там отряд есть пободрее ну-ка давай с копейщиками здесь не тоже с топорниками стравим давай сюда полкан спал канон остальные сюда заходим давай братва бери их на абордаж готовься на нас все сбоку заходим и сбоку заходим отлично все высадка ай молодцы они пытаются нас сжечь быстрее сюда быстрее сюда быстрее пока не сожгли наш корабль сколько там урон огнем 0 процентов пока да знаю я все сюда давай подкрепление полководца а может не надо подкрепление да нафиг отплываем сам справиться уху все смотри убили и высаживаемся я же сказал не надо стрелять для твича стрельба без приказа надо отключить здесь тоже побили затопили два дракара врага отлично перехватывает здесь еще этот кораблик все складывается в нашу пользу на сбоку обстреливают давай выруливай к этому отлично разбили сожгли и убегают от нас давай в погоню все разбили всех тут хорошо догнали куда вы денетесь отлично отлично подпалили хоккором мы побеждаем всех море утопили за дерзкое нападение торльфа приподняли еще сейчас опыт получит двадцать пять человек у нас погибло двадцать пять человек у нас погибло топить их будем беспощадны своим врагам все высаживаемся назад плывем и восстанавливаемся братцы восстанавливаемся так здесь 16 отрядов нам надо тоже отряда теперь нанимать ой 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 лечиться надо лечиться лечиться восстанавливаться лечиться восемь отрядов восемь тысяч у нас денег еще есть так конница нужна пусть будет три отряда три отряда еще топорников четыре лану говорили три три отряда топорников в общем 13 человек 13 этот отряд один наймем давай еще один отряд так наймем лычников пускай стоят восстанавливается посмотрим что будет делать вражеская армия куда она пойдет пойдет если вот эту деревушку захватывать захватит здесь мы попытаемся обрезать потом как восстановимся давить блин у нас там воинов уже нанимать практически некого истощилась у нас но если только вот таких вот похуже воинов копейщиков копейщиков еще взять да ладно давай четыре отряда таких копейщиков остманов ну ладно давай еще не такой играет все утопочность отрядов пока пока так 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 значит здесь мы доплывем доплывем на этой деревушке попробуем мы поговорить с нортумрии насчет вестмарингаса так вступить войну например если мы с ними ступаем войну ты мне право прохода даешь оскорбительно блять наступить войну достойно но оскорбительно может над на улучшить отношения но давай ладно мы так объявляем войну не получилось добиться права прохода но ничего так сюда плывем захватываем высаживаемся здесь и хочу за хрень все захватили задание выполнено создав ряд лангфортов в ирландии мы обеспечили обеспечили викингов местом для отдыха после морских набегов пора сделать тоже на большой земле захватите тамошние порты захватите и удержите три порта на главном острове британии опа награда плюс десять к дане британии на главном острове ну хорошо так и вор а ты вот здесь вот как-нибудь высадишься если в море а можешь высадиться отлично у кестера тогда нафиг нам нортумрия не нужна а мы своим путем пойдем правильно 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 здесь здесь идем в море уже идем дальше в море так здесь ожидаем викинги подплывают к дефене к дефене норманы захватили деревушечку до фера у кента надеюсь большую гору даже захватят здесь обоснуется но правда потом нам проблемой станут но это будет далеко в будущем как-нибудь разберемся с норманами сейчас вообще договориться можно с викингами ухудшаются у нас отношения какие злые они сюда прибывают те викинги которые успели здесь высадиться обосновываются судрияр дюфлин эти прям прослышали про нас и хотят то же самое кстати что у нас тут с подосадой то в принципе можно уже будете давить а чё у нас тут недоступны да у нас тут подкрепление как раз висофьордор и ведрофьордор горм ульфа 20 отрядов у горма тоже похоже 20 отрядов да очень много воинов здесь конечно сам король финн у смуглых чужеземцев прибыл сюда из далеких земель и новый полководец местного гарнизона инис файтлина города ял так себе у них армия отряда но этот бой будет уже в следующей серии добыча и слава а на этом сказочке конец а кто слушал молодец спасибо вам за просмотр за вашу поддержку братцы материальную моральную за подписки ваши за комментарии ваши за обсуждения ваши за то что не забываете заходите и здоровья счастья мир процветания всем я вам желаю и до скорой встречи пока-пока